Понедельник 3 декабря 1917 года. Эльфрида Кур видит, как гроб с телом лейтенанта Вальдикера покидает Шнайдемель. День выдался необычайно холодный, но она все стоит на улице. Ждет уже долгих два часа. В руке она держит розу, купленную на сэкономленные деньги. И вот около половины третьего послышался барабанный бой. Затем стали различимы новые звуки, топот марширующих сапог, духовые инструменты, пение. И вот показалась вся процессия, сперва военный оркестр, затем полковой священник, катафалк, люди в трауре, в конце, почетный караул, состоявший из солдат в стальных касках и с винтовками. Траурная процессия. А она должна была бы идти вместе с ними, она одна из них. Хоронит лейтенанта Вернера Вальдикера. Его самолет потерпел крушение, и он погиб два дня назад. Эльфрида узнала об этом вчера, когда пришла в школу. В голове ее словно разверзлась зияющая черная дыра, и она двигалась чисто механически. И потом две мысли не дают ей покоя. Первое, как он теперь выглядит. Голова у него расколота, изранена, истерзана в куски. Второе, как мне скрыть свои чувства перед людьми. Катафалк проезжает мимо нее. А она видит гроб. Он коричневый, с плоской крышкой. На ней лежит венок. Когда катафалк оказывается вровень с ней, она делает несколько шагов вперед и бросает розу на гроб. Цветок скользит вниз и падает на мостовую. Эльфрида выходит на улицу, видит, что там валяется ее роза. А она поднимает ее. Цветок уцелел, а она сует его себе под нос и, нагнув голову, убегает. За ее спиной играет военный оркестр. Вторник, 4 декабря 1917 года. Андрей Лобанов-Ростовский сидит на вершине горы у перевала Песадере. Андрей Лобанов-Ростовский находится на Балканах, далеко от своего дома и своей страны. Он записал добровольцем в соединение, которое отправили для подкрепления русского контингента в Солониках. Этот шаг был продиктован не жаждой приключений, наоборот. Он разработал тщательный план, с целью оказаться подальше от той России, в которой политическая революция грозила обернуться социальной катастрофой, нас ждет массовое кровопролитие и, возможно, террор. Солоники произвели на него гнетущее впечатление. Отчасти видом сожженного города, никогда не видел разрушений такого масштаба. Километр сгоревших домов. Гражданское население, греки, турки, евреи, албанцы, жили как нищие в палатках или деревянных сараях посреди развалин, в которые превратились их дома. А отчасти настроением в союзнических войсках, он очень скоро понял, что началось моральное разложение и что все возненавидели этот фронт. Бои случались редко, зато болезни, и главным образом малярия, косили людей тысячами. В фешенебельных ресторанах рядом с солью и перцем на столах обычно ставили стаканчики с таблетками хинина. Солдаты-отпускники часто устраивали разные бесчинства, а в офицерских столовых то и дело вспыхивали потасовки между представителями разных армий. Последнее особенно шокировало Лобанова-Ростовского. Ничего подобного он прежде не видел, враждовали обычно одни и те же британцы, сербы и русские дрались с французами, итальянцами и греками. Где-то высоко в горах сбрендивший французский полковник провозгласил собственную карликовую республику, чеканил собственную валюту и выпускал свои почтовые марки. Расчеты Лобанова-Ростовского не оправдались. Революционные потрясения ощущались даже на Балканах. Особенно после того, как до них докатилась новость о том, что большевики взяли власть в свои руки и вчера в Брест-Литовске начали с немцами переговоры о перемирии. После этого атмосфера в батальоне накалилась. Солдаты и унтер-офицеры ворчали, бурчали, перечили, не повиновались приказам, опаздывали на построение. Часовые спали на посту, офицеры сомневались, надо ли выдавать боеприпасы личному составу. А сам Лобанов-Ростовский попал под обстрел. После этого случая его перевели в другое место и назначили командиром роты связи. Именно эту роту он и вел сейчас через горы, направляясь к русской дивизии, стоявшей у озера Пресба. И единственная дорога, ведущая туда, пролегала через 1800-метровый перевал Песадери. Начало, как уже было сказано, оказалось удачным. Но выше лежал снег, и узенькая извилистая тропа обледенела. Лобанов-Ростовский услышал позади себя крики, обернувшись, увидел, как одна повозка, запряженная лошадьми, соскользнула вниз и свалилась с обрыва. Когда они добрались до обломков, одна лошадь уже погибла. Вторую он сам вынужден был пристрелить. Через какое-то время тропа сделалась столь крутой, что изнуренные лошади не могли идти дальше, и солдатам самим пришлось тащить повозки, продвигаясь вверх, метр за метром. 70 мулов, нагруженных телеграфным оборудованием, справлялись лучше. Но у них не было навыка подобного восхождения, и двое из них все-таки скатились вниз. Время шло, и рота растянулась в длинную, тонкую нить солдат, повозок и вьючных животных, которые медленно карабкались вверх, к перевалу. Среда, 5 декабря 1917 года, Пало Манели взят в плен на Костель Гомберта. Еще вчера он почувствовал, что конец близок, единственный и бесповоротный. Еще неизвестно, чем закончится это сражение, но надежда на счастливый исход тает с каждым часом. После ураганного огня, после газовой атаки, после угрозы окружения, провалившегося контрнаступления, после беспорядочного ближнего боя Манели и его рота отступили и заняли позиции несколько ниже, в лесу на Костель Гомберта. Но с восходом солнца австрийские ударные группы атакуют и это место. Настал час, час, который я предвидел, пусть против своей воли, с самого первого дня на войне. Словно все прошлое с его борьбой, страданиями и усилиями, сосредоточилось в одном решающем трагическом мгновении. Холодно, снежно, темно. Манели и его солдаты мерзнут, они проголодались, хотят пить. Вчера им пришлось так поспешно отступать, что они не успели не поесть то, что уже было приготовлено, не взять припасы с собой. Цветает. Едва рассвело, как австрийские пулеметы начали обстреливать их позиции. Потом пошли в ход гранаты. Все заволокло дымом. Он ест глаза и уши. Положение становится безнадежным. Положение уже безнадежно. Рота и стаила, голодна и почти безорожно. Они сдаются. Австрийские солдаты окружают их. Манели достает свой револьвер, бросает его на землю, видит, как тот катится с обрыва. И в это мгновение он ощущает только горечь, 30 месяцев войны, и вот итог. Он видит, как многие его солдаты плачут, слышит, как один из них воскликнул, что скажет мама. Четверг, 20 декабря 1917 года. В этот день Паало Манели добирается до места назначения, старинной крепости в Зальцбурге, где размещается лагерь для военнопленных. Путь занял почти две недели, он брел в колонии усталых, деморализованных военнопленных, в драной форме, с истершимися наградами и знаками различия. Иногда они дрались из-за еды, иногда вспыхивали ссоры, когда некоторые солдаты пользовались послаблениями, чтобы нарушить дисциплину и наброситься на своих же офицеров. Многие радовались тому, что война для них кончилась, и не скрывали этого. Но Манели не мог не заметить, что у противника триумфатора есть серьезные проблемы. Многие австро-венгерские солдаты, стоявшие на обочине и с довольным видом созерцавшие колонну военнопленных, выглядят истощенными от недоедания. Кроме того, у врага была отчаянная нехватка людей, среди солдат попадались горбуны и даже один карлик. В этот день для него и остальных началась лагерная жизнь. Четверг, 20 декабря 1917 года. Пал Келемен восторгается батальоном босний ЦФ в Падерно. Крупное наступление под Капарета завершилось. Наступила зима, и закаленные немецкие дивизии отправились испытывать свою тактику инфильтрации на других жертвах. Вместе с тем на подмогу к обессилевшим итальянцам прибыли французские и британские подкрепления. Фронт застыл вдоль реки Пьяве. В этот день Пал Келемен встречает батальон боснийских мусульман. Они, как и мусульманские колониальные войска на службе у французов, являлись элитными соединениями. Их посылали на самые сложные задания. Городской утонченный житель Пал Келемен удивленно взирал на эти во многом чуждые ему существа. Его пугал их воинственный пыл. На что они рассчитывали в этой войне? Австро-Венгрия аннексировала Боснию в 1908 году. Келемен полагает, что часть старых босний ЦФ, которые сейчас предстали его взору, должна была бы оказывать сопротивление той власти, которой они теперь верно служат. Но невольно он восхищается ими. Высокие, поджары, сильные войны, напоминающие о редких, вымирающих кедрах. Они слегка приседают, словно стесняются своего роста. Ходят, втянув голову в плечи, и их маленькие, глубоко посаженные глаза пристально оглядывают все вокруг. Садятся они, скрестив ноги, сдвинув феску на затылок, и закуривают свои длинные деревянные трубки с таким спокойствием, что можно подумать, будто они вновь оказались в своей волшебной стране с тонкими, изумительными минаретами. Почти все они – взрослые мужчины. Остроконечные бороды обрамляют их загорелые лица. Сейчас они обедают. Консервы с армейской едой выглядят странновато в их крючковатых, костистых пальцах. Они жуют неизвестную им пищу с величайшей осторожностью и, что понятно, без особого удовольствия. Начало января 1918 года. Пал Келемен следит за воздушным боем над Кастелерио. Ясный солнечный зимний день. Когда на фронтах затишье, как здесь в северной Италии, то война продолжается в воздухе. Большой итальянский бомбардировщик Капрани гудит в безоблачном синем небе. Его обстреливают австро-венгерские зенитки. Букеты белого дыма расцветают и множатся в вышине, но все напрасно. Дым медленно тает, исчезая под порывами ветра. Одинокий австрийский моноплан начинает охоту за медлительным, многодвигательным бомбардировщиком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok